Восемь лет назад Анастасия с мужем купили землю в СНТ Дубрава и начали строительство дома. Процесс оказался не таким простым, как виделся поначалу. Строительство затянулось, а после получения предсудебной претензии от Пензенского лесничества Минобороны России и вовсе заморозилось. Земля Минобороны, гласят документы военных, земля Садоводства, значится в гражданском ведомстве. По сути, получается, что мы заложники обстоятельств. И мы пока не понимаем, как нам действовать и как себя вести. Администрация города выделила, кадастр Росреестр зарегистрировал, а по факту, когда мы уже построились, своим силам привели газ, воду, электричество, строили дороги, у нас хотят отнять наше имущество. Буквально месяц назад садоводы начали получать письма с Пензенского лесничества, от начальника Пензенского лесничества, с просьбой убрать 42 участка, снести дома и так далее, у которых имеется собственность. В итоге, наши собственники участка, вот сегодня мы видим, собрались здесь, чтобы разъяснить, понять, в чем дело, почему их участки требуют снести. Военные требуют незаконные, по их мнению, постройки ликвидировать, участки освободить. С ситуацией столкнулись не только Грязновы. Претензии получили 44 собственника. Гражданские институты земельного права и муниципальной власти молчат. Жители возмутились. Документы на право собственности есть, адрес и кадастровый номер тоже, а сейчас им заявляют, что земля не принадлежит им. Мы здесь находимся на протяжении длительного времени, вот, с 93-го года. Все исправно платим взносы, у людей налоги, у людей есть документы, государственная регистрация, это не какая-то там книжка садовая или что-то. То есть нам просто надо держаться вместе и отставить свои права. Государство Российской Федерации нам выдало эти документы. Значит, либо наше государство неправильно что-то делает, думает, либо мы какие-то здесь мошенники, либо нас просто решили кинуть, по-простому говоря. Мы законопослушные граждане, мы платим налоги. Также вот этот документ нам выдал человек, который обязан был защитить наши все права и, соответственно, должен и продолжать будет их защищать. Собственники предполагают версию рейдерского захвата и в воскресенье подписали коллективное обращение в прокуратуру. Дело непростое, считают юристы, но вариантов всего два. Или сдавайся, или борись. Естественно, какая-то организация от Министерства обороны подаст иск в суд на каждого землепользователя, каждого землевладельца. И далее суд будет в каждом конкретном случае разбираться, имелись какие-то основания для предоставления этого участка, правильно ли прошла государственная регистрация. Еще одной причиной недовольства собственников является прилегающая к СНТ территория. По кадастру она в пользовании войсковой части. Подъезжая к Дубраве, можно заметить старые полуразрушенные постройки. Люди не понимают, почему необходимо отбирать их дома, а не привести в порядок пустующую территорию, если уж военным так необходима земля в этом квадрате. На собственников подали в суд. Иск пока что находится на рассмотрении. Ошибка Минобороны и дома останутся на своем месте. Ошибка Росреестры и здания отправятся под снос. А всем собственникам с документами на руках обяжут выплатить компенсацию. Это в идеальном проигрышном для людей случае. И, конечно же, она не покроет годы труда, вложенные в эти участки. А пока что месяц истек, дома стоят. Мы следим за развитием ситуации. Валерия Чурова, Иван Демидов, репортер 73.